Игры как соперники попроще Игры как соперники посложнее Есть игры, которые дают тебе неполный комплект фигур Или наоборот, помимо основного комплекта фигур Берут себе новые совершенно фигуры Досели неизвестные вообще в природе Но если рассматривать игру Grow Up То это игра, которая дает тебе полный комплект фигур При этом сама себе берет одного единственного короля Вы садитесь с ней за шахматную доску Длина которой примерно метров сто И начинается совершенно захватывающая игра Бодрого времени суток Эти фона нет Просто захотелось поделиться парой мыслишек Относительно новой, недавно вышедшей игры Grow Up Любите ли вы жопы роботов? Любите ли вы смотреть на здоровенные полигоны В полэкрана? Я надеюсь, что да Grow Up Продолжение игры Grow Home Я, признаться, долго думал Настолько ли я хочу этого низкополигонального красавца Собирал свою библиотеку Чтобы выложить полкила рубля Но тут, к счастью, вышло продолжение Которое стоило всего 250 рублей А судя по отзывам Возможности тут куда больше, чем в оригинале Ну так что ж, давайте вместе посмотрим Эту совершенно замечательную игру С количеством положительных отзывов В 93% Итак, мы робот Бат Летящий на космическом корабле Маме И исследующий различные планеты В ходе метеоритного дождя Корабль рассыпается на части И наша главная задача теперь Это собрать все части мамы Ну, чтобы было кому нас нагибать В крестики-нолики Начинается все довольно-таки эффектно С демонстрации планеты И, честно говоря, захватывает дух Но мы приземляемся И нас ведут по своеобразному обучению В ходе которого мы получаем возможность прыгать Подлетать на реактивном ранце Карабкаться по поверхностям Попеременно прилепляя руки робота К ней посредством двух шифтов А также анализировать растения К чему мы еще вернемся, но позже После этого мы попадаем В более-менее открытый мир Наше внимание сразу обращают на росток К которому мы идем Находим отросточек от него И понимаем, что можем его растянуть Растягивая отросток Нам нужно довести его до некого энергокамня И тогда росток увеличится И мы можем забраться по нему дальше Ну, в принципе, чего? Интересно вроде Устанавливаешь рекорды высоты Растишь свое дерево Но дальше все так и продолжается Ты втыкаешь отросток в камень Летишь обратно Находишь новый камень Максимально близкий к нему отросток Так еще раз восемь Залезаешь на парящий остров Находишь кусок мамы После этого твое внимание обращают на новый росток Ты летишь к нему Начинаешь растить его точно так же За исключением того, что теперь Этих энергокамней раза в полтора больше Так, стоп По-моему, это не обучение По-моему, это уже сама игра пошла Да, я на самом деле до последнего думал, что это все еще обучение Но мне пришлось отвергнуть эту теорию Потому что в противном случае Оно продолжается уже часа полтора И я в принципе не против таких долгих обучений Но игра тогда и сама должна идти часов 30 Что тут как бы вряд ли Так почему я думал, что это обучение? Ну потому что сама игра очень похожа на те тренировочные локации Которые тебе дают в самом начале многих игр В которых ты обычно ничем не рискуешь То есть по мне отсутствует вот именно сам игровой процесс В котором у тебя есть осознание Что ты можешь что-то сделать не так Из-за чего игра тебя накажет Откинет обратно в прохождении Отберет часть чего-нибудь И так далее В этой игре ты не рискуешь совсем ничем Хотя казалось бы ты забираешься на огромную высоту Есть шанс что ты случайно упадешь Придется начинать заново Но у тебя есть джетпак Своеобразный парашют И планер Из-за чего за время всей игры Я никогда не падал на расстояние Которое потом нельзя было бы отыграть Ну секунд за 10-20 Так что это больше походит на работу И я не удивлюсь, что за этим красивым графическим интерфейсом Возможно Я и вправду выполняю работу Какого-то озеленяющего робота На какой-то далекой планете За что еще и заплатил 250 рублей Хотя нет Я должен признать, что вот именно работа В чем-то обычно более захватывающая Чем эта игра Так как там реально есть опасения Накосячить? Тут же, ну например Если даже не довел отросток до камня Ну не получилось Никто никогда не прибежит и не скажет Ты че? Ты че наделал? Ты че не мог уложиться в один отросток? Я вычту каждый этот хлоропласт Из твоего кактуса Ну или чем мы там тебе платим? Нет, просто на этом же отростке вырастет Еще несколько отростков И вы так можете продолжать до бесконечности Короче, я совершенно не понимаю Интереса играть во все это А это критично Так как эта игра явно ориентируется Не на то, чтобы ее проходили Из-за богатого сюжета И интриги, что будет дальше Знаете, что будет через полчаса? Никогда не угадайте Робот продолжит забираться в простку Не может быть! Так что да Эта игра полностью ориентирована На игровой процесс Сложность которого Где-то на уровне детских обучающих программ То есть я вижу только один способ Не пройти эту игру Это тупо не играть в эту игру Иначе я просто не понимаю Чего вообще может вызвать затруднения Ну и да Как вы наверное уже поняли Робот здесь абсолютно схематичный и плоский И никакой жопы О которой я говорил в самом начале ролика Естественно не будет Простите меня Роботожиполюбы За все неоправдавшиеся надежды И вот так ты выращиваешь третий росток Добираешься до луны И понимаешь Что собрал не все части корабля Да Оказывается Они также хаотично разбросаны По небольшим летающим островкам Которые куда ниже тех островков На которые вы забирались При помощи ростков Так что походу Теперь смысл игры Это телепортироваться На ближайший Возможный Высокий остров И просто с него Скуститься на островки Пониже на планере И это мы делаем примерно за полчаса И вот тут на последней детали Я понимаю Что все части корабля Нужно было как бы Собирать начиная с земли Ну по крайней мере Судя по тем небольшим платформам Что тут есть Это подразумевалось И игра как бы надеялась Что я так и буду делать То есть я стою на возвышенности Прямо подо мной моя цель И вместо того Чтобы просто спрыгнуть на нее Игра надеется Что я буду спускаться в самый низ После чего Заново подниматься наверх Но уже по соседней горе Да? Как это мило с ее стороны Только что увидели Художественную зарисовку Как хреновый геймдизайн Просрал две трети игры Браво Бис Я тут поиграл в крутого СМ2 Он какой-то слишком простой Так надо было бы всю игру Проходить с первым начальным пистолетом Тогда было бы нормально Сам виноват Блин, эту игру хоть кто-нибудь тестировал Но просто эту проблему Не невозможно решить Открывали бы эти части корабля Последовательно по высоте Или бы убрали бесконечность планера Нет, серьезно Из-за низкой скорости Снижения высоты И маленьких размеров планеты Просто летя на планере Вы можете взлетать вверх Это, конечно, очень круто Но вот проходишь эту игру За два-два с половиной часа Честно говоря, она мне показалась Такой однообразной Что я был чертовски удивлен Когда узнал, что я ее не шесть часов Оказывается проходил А всего два-два с половиной И вроде как тут есть разные биомы Красивые парящие острова Интересные ландшафты Надстройки А что с этим делать-то? В игре нужно еще что-то делать Кроме как собирать этот корабль Который я уже собрал Но на самом деле, да Нужно проходить испытания При которых надо каким-то образом За определенное время Пересечь контрольные точки И за это вам дают Несколько новых костюмов Которые правда ни на что не влияют Так что вы можете взять эти костюмы И засунуть их себе В свой гардероб Вместе с этими испытаниями Ну а также можно еще собирать Кристаллы Чтобы улучшать вашего робота Ну сначала там получаешь джетпак Потом прокачиваешься И получаешь возможность Летать на джетпаке вверх А еще можно получить Возможность ускорения по земле шарам Но по-моему Кроме как для скорейшего суицида в воде Тут это не особо используется Ну а так еще можно анализировать фауну И тогда у тебя будет возможность Сажать цветы И поначалу Это выглядит как интересное Функциональное И работающая фишка То есть мы находим гриб На котором мы можем подскакивать Цветок Который запускает нас вверх Что-то типа листа Который как катапульт Зашвыривает вас в бок Какое-то еще одно растение По которому Можно просто забраться И это хорошо Но что нам дают потом Какой-то кактус И на него Можно забраться Еще кактус И на него Можно забраться Разновидность цветка Но в новом биоме Еще одна разновидность цветка Колючка Которая рандомно вас отбрасывает Растения Которые прячутся Когда вы к нему подходите Гигантская мухоловка Которая вас убивает Короче Довольно быстро приходит понимание Что новые растения Тут особо и не нужны Они не используются И поэтому собирать их скучно Хотя я пару раз встречал И другое мнение Что у нас тут под контролем Целая планета На которой можно делать Все что угодно Ха! Выкусим Майнкрафт! Ну и подо всем что угодно Тут подразумевается Сажать цветы Майнкрафт Не выкусывай пока Подожди Да Какое охрененное И самое главное Творческое занятие Мне кажется Единственное применение Этому Это выложить где нибудь На совершенно пустой Открытой плоскости Что нибудь типа Аж два ты не прав Игра супер Но правда Если вы на самом деле Соберетесь этим заниматься Чтобы потом сбросить Мне поржать То если вам не лень Пожалуйста Очень прошу Наберите еще что нибудь Типа Ты бездарно потратил Часть своей жизни Ну просто Чтобы потом я обратно Вам ее сбросил Ну вот и все Делать тут особо Больше нечего Но честно говоря Пройдя эту игру У меня сложилось впечатление Что главные враги тут Это баги И управление Баги бывают Незначительными Как то что робот Часто проваливается Под текстуры Но благо Потом вылезает А есть не такие приятные Когда его начинает Глючить Он резко снижает скорость Обычно это заметно По ногам И даже при включении Джетпака Он летит исключительно вниз Ну хотя может Это специально Так задумывалось Кто знает Может чтобы управление Не глючило Надо было просто собрать Определенное количество Кристаллов Да и сам робот Крайне неотзывчивый Постоянно тупит И по мне Вообще Главная проблема В этой игре Это не забраться Вот на 1 миллион Километров вверх А запрыгнуть На полметровый Выступ И не слететь Ко всем чертям Потому что Прыгает наш робот Как мешок с дерьмом Ну хотя в принципе И управляется Он как мешок с дерьмом Но зато Вы можете Раскрасить Свой мешок Под пчелу Очень мил И несмотря на все Выше перечисленное И на порой Совершенно безобразную И кривую Анимацию Когда протагониста Глючит Я не слишком Категоричен К этой игре Если игровой процесс Показанный в ролике Вам нравится Возможно Эта игра Для вас Да и в принципе Если вам надоели Всякие шутеры ААА тайтлы И вы хотите Просто полетать На планере И полюбоваться Странным Красивым Причудливым Но к сожалению Пустым миром То вам сюда Тем более Что из-за Низкополигональных Объектов Дальность прорисовки Тут просто огромная И игра умудряется Рисовать захватывающие виды Так что я думаю Что за те 250 рублей Что я ее купил Игра для этих целей Вполне подходит ААА Юбисофт Тупанули Что стим Автоматически Занижает цены Для России И спустя 3 дня После релиза Вручную Увеличили цену Более чем В 2 раза До 600 рублей Да Не покупайте Эту игру А пока что С вами был H2 Увидимся В следующий раз Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»